Я надеюсь, тебе уже нравится твой проект. И в принципе, можно было бы даже на этом остановиться. У тебя уже есть треки, которые можно проигрывать, нажимать на кнопку. То есть своеобразный плеер. Ты можешь подбирать любую музыку, любые звуки и получать от этого удовольствие. Ну а мы закончим наш проект. Допишем скрипты для спрайтов кнопок, которые проигрывают все треки подряд или в случайном порядке. Если ты не захочешь это добавлять в свой проект, ты можешь этого не делать. Но можешь посмотреть, какие используются здесь дополнительные возможности программирования в Scratch. Ну давай посмотрим, как реализованы наши скрипты. И начнем с кнопки Random – случайное проигрывание. Здесь у нас два скрипта. Мы сейчас научимся их читать и делать по аналогии. Первый скрипт относится к тому, что у нас выводится подсказка. Когда у нас запущен проект, мы наводим мышку на кнопку и появляется надпись. И вот видишь, вот этот скрипт, он обведен таким желтым ореолом, он все время выполняется. Вот еще раз. Еще раз. Как он устроен? Что здесь у нас нового или неизвестного? У нас есть цикл всегда, который мы уже знаем, и есть проверка, если касается указателя мышки. То есть, когда указатель мышки коснется этого спрайта, то будет выводиться надпись «Говорить», «Сыграть случайный трек». Мы сейчас этот скрипт и реализуем. Перейдем к кнопке Random. Выбираем «Вдащупник по флажку. Всегда». И там у нас было «Если». Вот этот блок «Если». И там вот такой голубенький еще блок, касается указатель мышки. Можно догадаться, что голубенький у нас в группе «Сенсоры». И выбираем «Касается указатель мышки». Вот он, первый этот блок. И, наконец, что у нас должно происходить? Должна появляться инструкция «Играть случайный трек». Ну и это не случайная кнопка, потому что обычно в плеерах такая возможность тоже есть. То есть, можно просто случайно что-то такое поиграть и слышать. Давай проверим. Итак, наш код отработал. И теперь вот я могу проверить. Работает. Ну, давай, наверное, этот же скрипт продублируем для кнопки AllAround. Потому что там в примере у нас такая же история. То есть, если мы наводим мышку на эту кнопку, то у нас идет подсказка. Давай так вот сразу раз. И здесь напишем «Играть все треки подряд». Подряд или по порядку, неважно. Так, первую часть мы сделали. Дальше, вторая часть, второй скрипт, который здесь у нас есть, он более длинный. И он уже реализуется, когда спрайт нажат. То есть, нам нужно на спрайт нажать. Дальше останавливаются все звуки. Вот эту вот часть кода мы уже видели. Где мы ее видим? Давай посмотрим. А вот здесь тоже самое. Мы можем, в принципе, вот этот вот скрипт скопировать. То есть, продублировать. То есть, он у нас уже здесь есть. Вот он. И давай вот так вот возьмем и сюда продублируем. Вот он. Единственное, что нам не надо делать, это играть звук вот этот. Потому что, во-первых, в этой кнопке звуков нет. А во-вторых, нам нужно играть звуки треков 1, 2 или 3. Причем, случайным образом выбирать. Ну, давай посмотрим, как здесь это устроено, как реализовано. И оказывается, что у нас здесь как раз задействована переменная номер трека. Вот та самая, которую мы специально создавали. И в зависимости от номера трека, мы потом будем проигрывать тот или иной звук. Ну, давай по порядку. То есть, нам сначала нужно переменную номер трека, задать значение случайное от 1 до 3. Почему? Потому что у нас 1, 2, 3 трека. Если у тебя 5 трека, значит, у тебя будет от 1 до 5. Итак, выбираем задать номер трека. И случайное значение у нас такой зеленый блок. Вот он. Выдать случайное. От 1 до 3. Поскольку трека у нас 3. Дальше, в зависимости от того, какое у нас получилось число, 1, 2 или 3, нам нужно соответствующие треки проигрывать. Но мы помним, что здесь у нас звуков нет. Мы ничего не можем сделать. Нам нужно передавать эту информацию кнопкам трек 1, трек 2 и трек 3. Это делается с помощью команды передать сообщение. Итак, нам нужно сначала проверить, чему равна переменная номер трека. Это тоже у нас зеленый блок. Если ты путаешься, можешь подсматривать. Видишь, вот зеленый блок сверху, а потом внутри номер трека. И написано, если номер трека равен 1. Хорошо. Берем. Нам нужно выбрать вот это вот равенство. Дальше переменная номер трека. Клеим слева. И справа пишем 1. То есть, если у нас переменная стала равной 1, то мы должны играть звук из трека 1. Как я уже сказала, теоретически, сейчас практически, нам нужно передать сообщение этому спрайту, чтобы он проиграл свой звук. Значит, мы выбираем вот эту команду. Передать сообщение. И создаем сообщение. Так и назовем. Трек 1. Вот, передаем это сообщение. И теперь, для кнопки трек 1, мы пишем, когда я получу трек 1, нам нужно играть звук. Тот самый звук, который он и должен проигрывать. Ну, давай возьмем играть звук до конца. Вот так. Ну, и чтобы мы могли проверить, поскольку мы не знаем, какое будет значение, мы возьмем и допишем этот скрипт на все остальные треки. Итак, мы можем вот эту часть продублировать. Смотри, я кликаю правой кнопкой мыши на вот этом блоке. Он почти такой же, только здесь у нас уже будет номер трека равно 2. И нам нужно передать не трек 1, а новое сообщение. Трек 2. И чтобы не забыть, сразу делаем. То есть, когда я получу, мы можем просто вот это вот продублировать. И подправить. Ну, либо заново написать, что вообще-то одинаково будет. И здесь звук тот, который играет этот спрайт. Так. И дальше опять дублируем только один блок. Если номер трека равен 3, то мы передаем сообщение трек 3. Видишь, да? Сообщение мы создаем один раз, а потом можем его использовать. Ну, давай для трека 3, для закрепления заново напишем. Когда я получу трек 3, нам нужно играть звук до конца. Ну, что, проверим. Я кликаю по кнопке рандом. Ну, и вот сейчас как раз показательно проигралась два раза одна и та же мелодия. То есть, он случайно выбрал номер какого-то из треков. Я уже, если честно, пока пишу урок, не помню, который из них какую музыку играет. Но я думаю, что в своем проекте ты хорошо помнишь, где какие у тебя треки. Ну, что, я тебе предлагаю поставить видео на паузу. Написать вот этот скрипт. Надеюсь, здесь все понятно. И не забыть написать скрипты для кнопок трека 1, трек 2 и трек 3. Вот такие вот. Тогда я получу сообщение с соответствующим номером трека. Я еще раз вернусь, чтобы у тебя был виден скрипт весь. Вот так вот. Можешь поставить на видео, чтобы его видеть и воспроизводить. Но потом вернешься немножко назад по данному уроку. И посмотришь скрипт для кнопки трек 1, трек 2, трек 3. Но я думаю, что ты все хорошо помнишь и справишься даже без подсказок. А после этого мы сделаем скрипт для спрайта AllAround. Надеюсь, ты не забываешь сохранять свой проект. Если ты работаешь офлайн, то обязательно сохраняй файл. Я пока переключалась и готовилась дальше к записи урока, вошла в свой аккаунт на сайте Scratch. И вот здесь в правом верхнем углу есть кнопка «Сохранить сейчас». Я сохраню. И этот проект сохраняется уже на сайте. Потом я тебе покажу, где это все находится. И здесь у нас пунктов меню стало больше. И я могу сохранить сейчас тоже здесь. Ну или сохранить как копию. Это потом мы сейчас делать это не будем. Но можно и скачать на свой компьютер. Точно так же, как мы это делали раньше. Но еще раз нажму «Сохранить сейчас». Итак, нам нужно сделать скрипт для спрайта AllAround. Мы уже сделали первую часть, чтобы появлялась подсказка. И осталось сделать так, чтобы наши звуки проигрывались по порядку. Ну давай вместе подумаем, как это сделать. Значит, нам нужно что? Нужно событие, когда спрайт нажат. То есть, когда мы кликнем мышкой по спрайту. Тогда у нас будет что-то происходить. Ну и вспомним, что у нас есть вот этот вот спецэффект красивый. При тушении кнопки мы его можем взять и позаимствовать тоже вот отсюда. В принципе, нам это как раз подойдет. Давай так сделаем. Перетащим вот сюда на этот спрайт. Вот. И вот эту тогда команду уберу. То есть, вот эта часть нас вполне устраивает. Нам не нужна только вот эта команда. Потому что звука у нас тоже нет. Так же, как для спрайта Random. Итак, у нас графический эффект имеется. Нужно проверить. Вот. А сейчас нам нужно сделать так, чтобы сначала проигрался трек 1, потом трек 2, потом трек 3. И я очень надеюсь, что ты догадываешься, что в принципе у нас уже все есть. Когда мы писали скрипт для Random, мы передавали сообщения для трека 1, 2 и 3. Соответственно, здесь мы тоже должны сделать то же самое. То есть, мы передаем сначала сообщение трек 1, потом трек 2. Чтобы игрался второй трек. И трек 3, чтобы игрался третий трек. Но, если мы сейчас все это дело протестируем, то у нас проиграется только один последний третий трек. Либо все три даже начнут играться. Сейчас посмотрим. Вот. Они играются все вместе, все три. Почему? Потому что вызывается сразу вот это вот событие. Вот это. И вот это. Получается такая какафония. Но, может быть, тебе захочется такую кнопку сделать. Пожалуйста, хоть все вместе. Нас это не устраивает по сценарию. Значит, что мы должны сделать? Нам нужно сделать так, чтобы сначала проигрался один трек, потом второй, потом третий. И мы не можем использовать здесь команду играть звук до конца. Но можем сделать ожидание. То есть, использовать блок ждать. Вот так. Мы его сюда добавляем. Но вопрос, сколько ждать? Чтобы узнать, сколько ждать, можно, конечно, подсмотреть пример моего проекта. И вот здесь 16 секунд и 12 секунд. Но, я думаю, ты понимаешь, что разные звуки, у тебя могут быть свои какие-то мелодии, будут звучать разные, будут иметь разную длительность. Где ее взять? Откуда узнать? Давай ее найдем. Вот, допустим, для трека 1 во вкладке звуки мы можем увидеть всю необходимую нам информацию. Вот смотри. Вот длительность звучания вот этой мелодии 15 секунд, 58 сотых еще. То есть, мы можем, в принципе, поставить вот здесь, ждать 16 секунд, округлить. Это первый трек. Второй трек, сейчас посмотрим. Здесь у нас 9 с чем-то секунд. Тоже можно поставить с запасом 10. То есть, переходим сюда и здесь пишем 10. Но, у тебя могут быть какие-то другие цифры. Тоже вот я немножко перепутала треки. Здесь вот написано 12, а у меня, оказывается, здесь надо 10. Ну что, давай проверим. Ну вот, уже один проиграл и второй проиграл. Все у меня получилось. Я сохраняю свой проект. Файл сохранить сейчас, если я на сайте. Если ты не на сайте, не зарегистрирован, не вошел в свой аккаунт, то нажимаешь скачать на свой компьютер, сохраняешь. Я тоже так сделаю. У меня этот проект есть и так, и так. Сохраню его. Отвечу да. И мы можем посмотреть страницу проекта, если мы зарегистрированы на сайте. Вот страница проекта. Здесь можно написать инструкции точно так же, как это сделано вот здесь. И еще есть кнопка поделиться. Если у тебя завершена регистрация и подтвержден e-mail, ты можешь нажать на кнопку поделиться, и твой проект будут видеть все. Точно так же, как ты видишь вот этот мой проект, которым я поделилась. Этим я делиться не буду, потому что это будет уже второй код Digi, и я могу просто всех запутать. Ну что, я думаю, что у тебя все получится. Я сейчас открою скрипт последнего спрайта. Можешь ставить видео на паузу и завершать работу над своим проектом. Я желаю тебе всяческих успехов.